Аплодисменты Там не ездят автомобили То есть никто здесь не ночевал, слава богу Честно скажу, немножко опаздывал Стоял на остановке Типичная харьковская ситуация, тянучка Я насчитал 213 автомобилей Ну пытался как-то успокоиться, я успею, все будет хорошо Я насчитал 213 автомобилей, проехавших мимо меня Думаю недалеко Мы стоим в коробке У нас автомобиль работает Мы выделяем вредные вещества Мы тратим полезную энергию Братим ее впустую Мы тратим на это свои деньги В результате загрязняем в окружающий мир В результате абсолютно не заботимся об экологии Что делаю я, когда очень редко пользуюсь автомобилем Я выключаю просто зажигание И этим сокращаю выбросы Вредных веществ в атмосферу Почему меня удивила вот эта цифра Которые автомобили проехали мимо меня Потому что за одним проехавшим автомобилем На высоте 1 метр В течении еще нескольких минут Остается практически ядовитая концентрация Всех отработавших газов На высоте 1 метр Я смотрю здесь подавляющее число молодых людей Кто из вас уже является родителями? Все остальные готовятся Я искренне вам этого желаю Я верю в то, что Наша с вами встреча Закончится тем, что вы задумаетесь над этими проблемами Почему это важно? Потому что Ребенку Которому 10 лет У него рост всего 1 метр Вот ваш ребенок Ваш будущий ребенок, ваш внук Просто ребенок у вас друзей Он дышит всеми этими отравляющими веществами Все мы едем на общественном транспорте Вот рядом со мной стояли дети Мамы с колясками И этим дышал у нас ребенок Альтернатив этому много Практически каждая компания Которая работает в автомобильной индустрии Выпускает экологически чистые автомобили Подчас они выглядят весьма футуристически Скажем вот так Подчас еще более футуристически Скажем вот так Но есть уже автомобили Которые действительно Выпускаются серийно Которые уменьшают Выброс Вредных газов Ставя в пробке Используя для этого Двигатель Электро На который стоят современные фильтры И это наш с вами выбор Какие автомобили покупать Это наш с вами выбор Как заботиться о тех людях Которые стоят на остановке Которые гуляют в парке Это то, что мы решаем каждый для себя Что же сделано в Харькове? В Харькове существует Автомобильный дорожный университет Это Большой друг И коллега вот Авиационного института И есть Группа студентов Которым действительно Небезразлична эта проблема Это студенты-этузиасты Тратят они самое дорогое В своей жизни Что у нас является самым дорогим В своей жизни? Правильно Вот Из года в год читая экскурсии Слава Богу Большинство людей сейчас отвечает Вот так же как и вы Действительно время Мы создали автомобиль Который теоретически Может проехать Из Киева в Ивано-Франковск Одном литре топлива Или из Харькова в Киев Но еще при этом заехав в Суммы Этот автомобиль Он Занесен в Книгу рекордов Украины Как самый энергоэффективный Автомобиль в стране Называется он по имени Нашего университета ХАДИ-34 Что же это такое? Что он из себя представляет? Кузов из композитного материала Весом 20 кг Авиационные органы управления Очень много легких композитных материалов Три колеса Двигатель объемом 35 см кубических Это банка Кока-Кова Лежачая посадка пилота И этот автомобиль способен ездить Со скоростью 60 км в час Зачем мы создавали этот автомобиль? Затем Чтобы обратить внимание общественности Проблемам энергоэффективности Проблемам экологии Затем, чтобы отработать И найти какие-то новые энергоэффективные решения Которые позволят улучшить нашу жизнь Которые можно будет потом внедрить в промышленность Затем, чтобы уже воспитать себя Менее халатно относиться к окружающей среде Вот видите, в руках создателя То самый кузов Это новшество для Украины Выполнено он из стеклопластика Он несущий И сейчас мы его патентуем Это реальная научная работа Которой мы занимаемся Участвует этот автомобиль в соревнованиях Это студенческие соревнования Проходят они по всему миру Более 3000 студентов участвуют только в европейском этапе В среднем средний возраст участников Вот как здесь сейчас в зале То есть такие же люди Тратят свое время Какие-то идеи И раз в год собираются на европейской трассе Собираются они, чтобы Поспорить, чей автомобиль Проедет наибольшее количество км Затратив на это наименьшее количество топлива И происходят такие соревнования С 1985 года в студенческом формате Брюки превращаются Брюки превратились В 2010 году 10 молодых энтузиастов Приехали в Германию На трассу Евроспидвей И продемонстрируют там свой автомобиль Для подавляющее число европейских школьников Само понятие об Украине Об ее какой-то Интеллектуальных разработках Было новое Поэтому помимо каких-то спортивных результатов Мы делали акцент на презентацию нашей страны Это тоже оценивается организаторами Мы всячески стимулировали интерес Участников этого соревнования к нашей стране То есть у нас были люди одеты в национальные костюмы Мы кормили людей салом Но не просто так, как волонтеры Знаете, мы накормим весь мир Нет, за это надо было дать правильный ответ об Украине О ее истории, культуре и прочее Мы рассказывали о своем проекте Мы рассказывали о своем автомобиле Мы закрепили этот результат в 2010 году И сейчас вот наша основная цель На своем положительном опыте Участие в этом соревновании Создание энергоэффективных технологий Наша основная цель это привлечь внимание общественности К тому миру, в котором мы живем Я честно скажу Я не знаю вот как Но у нас есть цель Вот у нас есть выбор Взлететь или идти прямо Но мы обязательно продолжим участие в этом соревновании Мы обязательно будем привлекать к себе новых людей В команду, потому что принять участие в жизни нашей команды Может абсолютно каждый Здесь главный критерий желания И мы 100% будем продвигать Украину Как страну, которая заботится об экологии Я абсолютно согласен с предыдущим термином Мы не хозяева этой планеты Мы взяли ее действительно в аренду И давайте быть ответственными арендодателями АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ